МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Знакомиться с такими интересными этими страничками, с такими интересными фактами, с такими интересными прецедентами. Итак, Ян у нас на линии. Ян, добрый день. Прошу вас. Добрый день, анатолий. Добрый день, радиослушатели. В воскресенье Франция отпраздновала 230 лет штурма Бастилии, символов французской монархии, и начался новый переломный этап европейской истории. В этот же день в Париже провели традиционно красивый парад. Вообще есть большая разница, она сразу бросается в глаза. Тот, кто смотрел парад в Париже, например, парады ежегодные в Москве на 9 мая, или парад, который состоялся 3 июля в Минске по случаю освобождения города 75 лет. Разница вот в чем заключается. Французы, ну, как всегда, они очень элегантные. У них очень красивая в армии форма. И у всех родов войск. Ну, очень красивые лошади прогарцевали. Вот нету этого ощущения, это тяжелый, подавляющий танк, танков этих, ракет, которые давят. Вот мы вам покажем. Вот у нас такая мощь. И все это очень долго и очень, и очень мучительно. Во Франции все очень... И я еще вот на что обратил внимание. В Минске на трибуне стоял маршал Белоруссии, президент Белоруссии. Еще 25 лет назад, кстати, в четверг исполнилось 25 лет прихода его к власти. И вот он, новоиспеченный маршал, еще 25 лет назад он был скромным председателем колхоза. Сейчас он маршал, значит, принимает парад тоже. Огромное количество техники. Зачем Белоруссии такое количество вооружений, понять трудно. Вроде как ей никто не угрожает. Вроде у нее нет ни с какой стороны врагов. Но техники очень много. Но неважно. Важно, что рядом с ним стояли такие же новоиспеченные генералы, тоже увешанные огромным количеством всяких орденов и медалей. Непонятно, за что они их получили и где они воевали. И вот у французов, вот когда впереди какой-то колонны движущейся там, тоже шли какие-то полковники или генералы, что я обратил внимание, у них почти нет никаких ни медалей, ни орденов. То есть вообще на Западе не очень любят это, раздавать награды. Помните, у покойных Брежнева, у него, по-моему, было больше орденов и медалей, и звание Герой Советского Союза, чем у маршалов боевых прославленных Советского Союза вместе взятых. Хотя Брежнев закончил войну в виде такого, на должности полковника, начальника политуправления. Ну, что ж, у каждого свое, ну, больше всех, наверное, орденов и медалей, это у северокорейских генералов. Эти бедняги просто при своем невысоком росте просто сгибаются под тяжестью своих военных заслуг. Первые дни французской революции, как всегда, значит, восторг, конец монархии, а затем революционный террор, лозунги свободы, равенства, братства, приход к власти Наполеона, восстановление монархии и четверть века кровопролития, наполеоновские войны. Затем, после Венского конгресса, относительно европейский период столетнего спокойствия. Французской революции предшествовали идеи, которые уже витали в воздухе. Идеи парламентизма и справедливо налогообложения, отделение церкви от государства, реформы правительства, принятие новой конституции. Так что революция не начинается на пустом месте. Как интересно устроена революция. Сколько надежд с ними связывают люди. Ведь какие прекрасные лозунги. Свобода, равенство, братство. И у большевиков были тоже хорошие. Мир солдатам, земля крестьянам, фабрики рабочим. Но как быстро все улетучивается. Через 15 лет после Бастилии, значит, уже Наполеон 2 декабря 1804 года стал императором Франции. А революционные лозунги заменили кодексом Наполеона. В России через 15 лет после революции у власти прочно утвердился кровавый диктатор. И каждый получил свое. Крестьяне голод, рабочие нищету, солдаты беспрерывной войны. Все вместе взятые получили террор. Лозунг французской революции «Свобода, равенство, братство» это красиво звучащая слова. Там, где есть подлинная свобода, никогда не будет равенства. Ибо люди по своим личным качествам неравны. Одни более талантливы, другие более энергичны, третьи более трудолюбивы. Вопрос не столько в материальном равенстве, это невозможно, сколько о предоставлении людям одинаковых равных условий для осуществления своих целей, своего счастья. Что такое братство? Это пример современной Франции. В 65-ти миллионной стране от 10-ти до 15-ти процентов сегодня мусульмане. В Париже 25-ть процентов. Стали ли вот эти люди братьями французам? Полюбили ли они их, как французы, или французы их полюбили, как своих братьев? Характерный пример. Выходцы из Алжира праздновали в прошлую пятницу выход своей футбольной команды в одну четверть финала Кубка Африки. Праздновали широко в Париже, сожгли сотни автомобилей, разграбили десятки крупных магазинов в самом центре города. По-братски надо делиться, господа французы, по-братски. Кто был ничем, тот станет всем. Так и произойдет. И скоро Франция, родина таких прекрасных лозунгов, марсельезы, станет страной, где братьям-французам вообще делать будет нечего. Пришли и придут уже другие братья. Так что лозунг – это одно, на реальной жизни совершенно другая. Ну, а вот возьмем мифы французской революции. Ведь какая же революция обходится без них? В большевистской истории Октябрьской революции вообще нет ни слова правды. Сплошная мифология лжи. Падение Бастилии 14 июля 1789 года. Начало французской революции. Да, но граждане, кто погиб в тот день, не были мучениками, отдавшими свою жизнь за правое дело, за идеалы. Они были жертвами неуправляемой толпы, которых затоптали в поисках пропавшей бочки с порохом. Летом этого года жители Парижа были очень недовольны резким ростом цен, особенно на хлеб. И политические митинги привлекали огромные толпы людей, состоявшие в основном из клошаров, оборванцев, бродяг. Король и королева редко выезжали из своего огромного замка Версали в пригороде Парижа. По приказу короля в Париже был размещен большой континент войск, состоявший в основном из иностранных наемников. И хотя у солдат не было особых приказов по поддержанию порядка, само их присутствие на улицах Парижа вызывало недовольство толпы. Один из популярных французских министров того времени, Джак Некер, он решил выступить на одном из таких митингов. Он говорил о инфляции, о большом национальном долге страны, о необходимости временно потерпеть и как-то переждать эти возникшие трудности с хлебом. Обещал все это дело поправить в скорости. Сразу после этого король отправил его в отставку. И известие об этом вывело на улицы тысячи парижан. 12 июля толпа людей собралась в парке Тилерии. Там как раз стоит этот знаменитый Тилерийский дворец в самом центре города. Туда прибыла кавалерия и командир приказал очистить парк. Пошли слухи, что солдаты готовы открыть огонь. К вечеру этого дня тысячи парижан искали оружие, чтобы защитить себя. Слухи распространялись с необыкновенной быстротой. И каждый новый слух обрастал новыми предположениями. В поисках в полночь этого же дня, это 12 июля, толпа бросилась к баракам, где были расквартированы солдаты, и подожгла их. Запывала 40 солдатских казарм. Днем группа самоназначенных делегатов, говорящих от имени народа, направилась к складу оружия, который располагался во дворце инвалидов и потребовал оружие для новой, только что сформированной гражданской милиции. Делегации никто не принял. Но уже к утру 14 июля огромная толпа собралась на площади у дворца инвалидов. Пять тысяч солдат не могли сдержать разъяренных людей, которые ворвались в хранилище оружия и передали толпе более 20 тысяч мушкетов. Но на складе оружия почти не было бочек с порохом. По толпе разнесся слух, что 250 бочек с порохом отправили накануне в Бастилию. Это знаменитая крепость-тюрьма, расположенная на правом берегу Сены. Около тысячи человек быстро собрались перед воротами тюрьмы и потребовали выдать им порох. Комендант крепости, уже престарелый майор Бернат Рене Делла Лаунде принял делегацию, но отказался передать им любое вооружение без разрешения короля. Он же, кстати, им сказал, что никакого пороха в крепости нет. Разъяренная толпа потеряла терпение. Кто-то сумел опустить пролет моста, ведущего в крепость, и люди оказались во внутреннем дворике крепости. Внутри крепости комендант опасалась за свою безопасность, приказал солдатам открыть огонь, надеясь, что залпы мушкетов рассеет собравшийся здесь народ. Он не осознавал, что люди, которые уже проникли во внутренний двор крепости, не могут выйти из нее, ибо огромная толпа напирала снаружи. Несколько человек в толпе, кто имел мушкеты, и пороха открыли ответный огонь, но без результата. В это время два солдата из охраны крепости перешли на сторону народа и выкатили пушки. Комендант крепости вначале грозился взорвать крепость, но потом согласился сдать ее, если ему и его солдатам разрешат безопасный выход из этой крепости. Пока руководители толпы размышляли, как им поступить, кто-то из оставшихся в крепости солдат опустил второй мост, и толпа бросилась внутрь. Они разоружили солдат и устроили повальный грабеж. Именно в момент этого штурма и давки 83 человека погибло. Большинство, конечно, погибло не от солдатских пуль. От солдатских пуль погибло два человека. Все остальные, как это часто бывает, были задавлены с толпой. Конечно, никаких бочек с пороха не нашли. Толпа схватила коменданта Бастилии и, значит, отправила его в отель Девиль, где находился штаб народной милиции. Его привели избитого, окровавленного. Стали обсуждать, какому виду казни следует его подвергнуть. Но кто-то предложил привязать его к хвосту лошади, чтобы она протащила пленника по улицам Парижа. Комендант с криком «Дайте мне умереть!» бросился бежать. Толпа начала его саблями, штыками, ножами, а затем прикончили выстрелом из пистолета. Комендант Бастилии ему отрезали голову, насадили ее на пику и пронесли по улицам Парижа под улюканье и смех толпы. После убийства коменданта король Людовик XIV приказал вывести армию из города. До штурма Бастилии революционеры говорили, что там содержатся сотни политических заключенных. В действительности когда-то в Бастилии находилось всего лишь семь человек, которые жили, ну вернее, в этой тюрьме находились в весьма комфортабельных условиях. Отдельные, сухие, светлые камеры, хорошая еда. Вот из этих семи заключенных четверо были фальшивомонетчиками. Двое сумасшедшие. Еще один граф Солиджит сидел за изнасилование своей двоюродной сестры. Ну а вот легенда всегда говорит, вот там эта крепость, символ этой монархии, зверств этой монархии, политические заключенные издевались. Не было там ни политических заключенных. Был там престарелый комендант, несколько солдат. Ну вот, но легенда вот как это, Бастилия, символ, значит, кровавой французской монархии. Взяли ее штурмом, а там-то находилось десяток солдат. Вот такие, значит, вот этот штурм, это и был создан миф, что французский народ взял оплот кровавой монархии. Так и большевики создали миф о штурме Зимнего дворца, которого защищали несколько десятков женщин из женского батальона и рота юнкиров. Ведь советскому народу показывали в фильме Октябрь 17-го именно штурм Зимнего дворца. Революционные матросы, значит, бежали, открывали огонь по защитникам Зимнего дворца. А в реальности да, они бежали, но добежали они только до царских винных погребов, которые немедленно разграбили и перепились. Свидетели утверждают, что пьяные матросы валялись во всех комнатах Зимнего дворца. Бесценные предметы искусства были разграблены, варварски разбиты. Матросы справляли нужду в древнейших китайских фарфоровых вазах. Знай наших, это потом Блок, у которого в его имении Шахматова революционные матросы разграбили его личную огромную библиотеку, сожгли книги, устроили во дворе костры, бросали туда всю его библиотеку, а остальные книги пускали на самокрутки. Это Блок, он потом писал восторженно о них в поэме «12». Революционный держите шаг. «В белом венчике из роз впереди Иисус Христос». Вот бывает вот такое умопомрачение. Великий поэт русский, у которого разграбили все, начинает прославлять этих матросов, которые разграбили его имение. Да, революция, новый революционный солдат, новый порядок. Как тогда стонала русская интеллигенция? Плохо ей жилось в своих имениях, в своих дворцах, мало им было демократии в России, а ведь в России была свободная пресса, дума была, свободный выезд за границу. Нет, проклятый царский режим, нужно буря, пусть сильнее грянет буря. Она и грянула. Как пророчески писал Макс Волошин 29 ноября 1917 года в Коктебеле через месяц после Великой Октябрьской революции. С России кончено. На последях ее мы проголдели, проболтали, пролузгали, пропили, проплевали, замызгали на грязных площадях. О Господи, разверзни, расточи, пошли на нас огонь, язвы, бичи, германцев запада, монголов, монгол с востока, отдай нас в рабство вновь и навсегда, чтобы искупить смиренно и глубоко иудин грех до страшного суда. Потом-то опомнились, опомнились эти интеллигенция русская, которая так жаждала революции. Жил человек в своей квартире, 10 комнат, все ему было плохо, но уплотнили, поселили еще 20 семей, образовали коммунальную квартиру, и вдруг все стало хорошо, прекрасно. Так что 14 июня, как красиво это отмечали его в воскресенье в Париже. Ну, что я могу вам сказать? Во Франции Бастилия символизирует победу, свободы, победу, свободы, равенства, братства над неограниченной властью короля, его репрессивным режимом, тирании. Вот сравните вот этот королевский репрессивный режим с тем, что последовало дальше. Ведь кровь полилась рекой, на гильотине отрубили более 20 тысяч голов, а сколько было расстрелов в Индее, в Лионе, сотни тысяч солдат погибло впоследствии в наполеоновских революционных войнах. Всегда революции замышляют наивные идеалисты, осуществляют фанатики плодами революции пользуются мерзацией. Возьмите последнюю даже революцию в России 91-го года. Это в принципе буржуазная революция. Да, поменяли кровавый советский режим, ну и сразу же профессора выскочили на улицу продавать свои старые ботинки, потому что жрать нечего было. Вспомните и французскую революцию, все эти громкие имена Робеспьер, Марат, Дантон, кровь, кровь, кровь. А ведь Ленин критиковал французскую революцию, что ее основной недостаток был в том, что мало пролили крови. Он говорил, мы должны это дело поправить. Ну, Сталин постарался, исправил этот недостаток. Это он говорил Эйнштейну, не дорубил Петруха, зато он, великий лесоруб, выдававший себя за садовода, он дорубил, хорошо дорубил, миллионы жертв. Теперь в современной России он самый великий. Вот так, чем больше ты людей перекалечишь, тем больше ты себя увековечишь. В популярной литературе, особенно историков девятнадцатого века, у великих французских писателей, Бастилия это крепость, это символ античного режима, место, где противников монарха приковывали цепями, мучили, издевались, но ничего же этого-то не было. Ну, неважно, на то они и романисты, на то они и писали рема, романы. Падение Бастилия рисуется в исторических и героических пропорциях, примера того, когда народ в европейской стране сбросил монархический режим, установил республику и свое право на самоуправление. Художники рисуют эти события так ярко. Вспомните знаменитую картину Давида «Свобода на баррикадах». Мифология этих событий родила сразу. Не понадобилось сотни лет греческой мифологии. Уже на второй день эта газета издавалась в Париже «Revolutionus de Paris». Пропагандистская газета вышла со статьей, где описывалось, как дети и женщины решительно сражаются на баррикадах. В статье говорилось, борьба становится более интенсивной. Граждане мужественно встречают смерть, ибо их подстерегает опасность на каждом шагу. Свобода восторжествует и этот чудовищный королевский деспотизм и его преступления исчезнут навсегда. Свобода, равенство и братство. Вот так писала революционная газета на следующий день после штурма Бастилии. Но кто же эти чудовищные жестокие монархи? царство Людовика XVI, которое оказалось таким несчастным для династии Бурбонов, оно начинало совсем неплохо. В первые годы его правления а вот уже закончилось гильотиной короля в 1793 году, он правил 20 лет. Король был хорошо информирован, любил охоту, и он очень любил личную ручную работу, вот как Петр I, и дрова порубить, еще что-то делать. Но был он медлительным, нерешительным, ему не хватало интуиции, и еще у него было меньше качеств, которые мы называем сильным характером. У него был врожденный дефект пениса, который не позволил ему совершать супружеские обязанности в течение нескольких лет своего брака. Затем ему сделали небольшую операцию и исправили это. Но первые годы его жена австрийская принцесса Мария Антуанета страдала от этого. История судит последнюю королеву Франции весьма сурово, хотя благодаря и своему судит последнего короля весьма сурово, благодаря и последнюю королеву тоже, ведь благодаря ее эгоизму и весьма глупым действиям она сама запечатала свою судьбу. Но свидетельства говорят о том, что злобная и непрекращающая кампания клеветы была направлена особенно со стороны знати против королевы. Все десятилетия прецедствующей революции в газетных киосках Франции можно было купить за несколько сантимов бульварные анонимные панфлеты. В них подавалось и описывалось скандалы, связанные с придворными короля, значит, с политиками, министрами. Такой-такой развязанный вульгарный текст, доходящий до экстремизма. Но одной женщине доставалось больше всех. во время французской революции Мария Антонета на нее была обрушена столько ненависти, столько грязи и в таких размерах, что толпа жаждала ее крови задолго до суда над ней. Один из таких желтых памфлетов 1781 года говорил о 26-летней королеве, о ее сексуальных оргиерах с аристократами всех возрастов, рангов и полов. Королева потом на суде говорила о той клевете, которая обрушилась на нее. Вот в этих анонимных памфлетах меня называют варваршей, неверной женой, женщиной без морали, преступницей, развратницей. Все это чудовищная ложь. Но Марию парижская толпа ненавидела не всегда. Она была рождена в Австрии в королевской семье в 1755 году. Когда ей было 14 лет, ее выдали замуж за несовершеннолетнего французского наследника престола Людовика. В то время ему исполнилось 15 лет. Это практически был брак между детьми. Ей 14, ему 15. Мать Марии Антонетты это была властная императрица Австрии Мария Тереза, которая успешно пристроила ее старших трех старших сестер в королевские дома ведущих европейских стран. Превращение австрийской принцессы Марии Антонетты в француз Мария Антония так это звучало по-немецки. во французском Марии Антонетту происходило в хорошо организованной символической церемонии. На французской границе был построен специальный такой домик. Молодая красивая девочка вышла из своей кареты голая, оставив все свои вещи со старыми служанками. Она вступила на французскую землю именно вот обнаженная вошла в этот домик где ее заново одели и дали ей имя. Через пять лет она стала королевой Франции. В то время Франция была самой могущественной и богатой страной в Европе. Ну особенно как вы знаете во время короля солнца это дедушка Людовик XIV. Красивая элегантная невинная Мария покорила воображение французов. Она стала как бы принцессой Дианой того времени. Народ любил свою сказочную принцессу но при дворе в Версале это была другая история. Для изощренных французских аристократов она была слишком проста и неумна. За ее спиной в ее адрес говорили крайне неприятные слова. Вскоре у нее появилось много врагов. В ответ она окружила себя своими друзьями с которыми с удовольствием проводила время и развлечениях карточных играх и танцах. Ее ненавистники обыграли французское слово и дали ей кличку астрийская женщина. То есть вот эта последняя часть по-французски Аутричи Чине Чине это бич это сука по-французски получилось как бы Мария Антуанет это вот что она носит такое нехорошее имя. Ее современница Мадам де Сталь писала что королева сначала ее брака попала в коррупированное гнездо придворных ядовитых змей. Давайте сделаем небольшой перерыв о французских делах и потом продолжим. Уважаемые дамы и господа мы возвращаемся в программу Яна Йоффа странички истории как всегда во втором сегменте Ян любезно соглашается ответить на ваши вопросы поэтому номер телефона в студии 847 400 5200 набирайте этот номер и будем общаться ну а пока Ян прошу вас как вот в наше время очень люди ну основная масса людей конечно пользуется интернетом читают там десятки сотни ничего только там толку нет основная масса людей действительно верит тому материалу который они прочли или посмотрели в интернете хотя а именно основная масса этих материалов очень лживая очень невежественная неграмотная ну человек не будет разбираться во всем значит кто-то написал значит надо ему верить в те времена 230 лет тому назад во Франции вместо интернета тогда выпускались такие небольшие памфлеты по-французски лебелос и это предшественники нашей желтой прессы наших таблоиц отсюда английское слово лайбел пасквиль клевета в которые значит в этих памфлетах нападали на доброе имя королевы в течение нескольких лет она и король не имели детей я уже вам говорил что причина король он страдал таким заболеванием называется фимосис отсутствие эрекции мужского члена несколько докторов осмотрев его подтвердили диагноз казалось бы это должно было подтвердить ее невинность но ее враги предварительно толковали это по-другому что она не хочет спать с королем поэтому у нее нет детей что она устраивает оргии распутничает со временем-то королю сделали операцию и он показал себя как говорят со всей стороны Мария Антуинета родила ему четырех детей но эти семь лет бесплодных нанесли серьезные удары ее репутации несмотря на ее усилия помочь бедным все толковалось по-другому в начале своего царствования она отменила ряд налогов на малоимущих в 1775 году когда вспыхнули бунты связанные с повышением цен на хлеб она писала своей матери мы видим несчастных людей и это обязывает нас сделать все возможное для их счастья она активно участвовала в мероприятиях по сбору средств посещала дома оказывавшие помощь нуждающимся но на ней висел какой-то рок в 1784 году ее репутация была подорвана огромным скандалом связанным с бриллиантовым ожерельем там участников этого скандала это была придворная проститутка мошенница выдававшая себя за графину Делемонте был еще там она убедила графа Дерохан что якобы королева симпатизирует ему и что было бы неплохо вот если бы граф купил этой королеве ожерелье бриллиантовое которое якобы ей очень нравится она даже устроила это мошенница ночную встречу с этим графом и поцеловала ее выдавая себя что якобы это она королева ну значит граф купил это взял это ожерелье обещая ювелиру что деньги будут скоро он думал что он передаст ожерелье королеве она вернет деньги но со временем никто не вернул денег и ювелир конечно это сумасшедшие деньги ожерелье стоило он пошел королеве и попросил деньги за ожерелье она так удивилась какое ожерелье она никогда в глаза не видела никакого ожерелья но потом все это выяснило вся эта история с этой мошенницей с этой ее арестовали граф тоже отделался неприятностями какими-то но то что королева была завязана в этом скандале принесло огромный ущерб ее репутации так что это был еще один повод этим ненавистникам придворным топтать ее имя вот вы знаете еще одно с ней связано что якобы Мария Антонета услышишь что в Париже нет хлеба якобы она сказала цинично ну что же у них нет хлеба let them eat cake пусть они кушают пирожные фразу она этого во-первых никогда не говорила эту фразу изобрел французский писатель Жак Руссо в своей книге исповедь изданной в 1767 году еще за три года до того когда Мария Антонета приехала во Францию в этой книге некая принцесса и говорит крестьянам эту фразу конечно про Руссо забыли а клевету про королева вот говорят и распространяют до сих пор что это это она такая бессердечная она такая страшная жестокая королева сказала народу раз у них нет хлеба пусть кушают пирожные вот так вот так работает клевета поэтому можете представить состояние нашего нынешнего президента на которого вот все эти три полтора года его отправления уже 23 женщины выставили что он их изнасиловал на него клевещут на него говорят всякие жуткие дела а когда он вчера в воскресенье вот этим четырем этим цветным женщинам так называемым новым прогрессивисткам из демократической партии сказал пару теплых слов чтобы они ехали в те страны откуда они приехали какой поднялся скандал наш президент расист и прочее а он сказал во втором воскресном этом в своем послании в твиттере он сказал почему никто не делает замечания им когда они говорят такие страшные вещи в отношении ненависть в отношении евреев в отношении Израиля почему никто не говорят что они ненавидят Америку и когда мне достаточно было что-то сказать значит вот тогда вся весь поток гнева падает на него вот что такое клеветая как она организована я поэтому вам рассказываю как это легко все организовать и как потом нелегко отмыть свое честное имя ведь Мария Антуанетта даже нельзя было появляться в парижском театре публика сразу начинала свистеть и улюкать Мария Антуанетта стала больше уединяться проводить время в своем небольшом дворце Ля Пита Трианон где она проводила время с небольшой компанией своих друзей там у ней была ферма она любила одеваться в христианскую одежду доить коров ухаживать за овечками ну в общем занималась как говорят как и все принцессы своими деревенскими идиллиями враги не вынимались астрономический долг Франции приписывали ей на ее развлечение на ее одежды на ее бриллианты но основная причина ненависти королеве конечно бывает ее национальность Мария Мария Антуанетта была значит дочерью австрийской императрицы Марии Терезы вот Мария Тереза замышляла ее брак с французским королем как укрепить союз Австрии с Францией в то время было принято королевские брак ими были направлены на укрепление союза но во Франции исторически не любили австрийцев Франция часто воевала с Австрией вот а Мария Антуанетта никогда не делала секрета и проявляла свою верность к своей родной стране она часто хлопотала за тех министров которые имели хорошее отношение с Веной ее попытки изменить какие-то настроения среди придворных народу в свою пользу заканчивались неудачей даже ее шурин граф комте де провенс дал ей кличку мадам дефицит подразумевая что именно она со своей расточительностью привело к огромному долгу Франции судьба королей во время революции небезопасна королевских королевская семья тогда была арестована их привезли в Париж они обратились через тайные каналы к Австрии и Пруссии с просьбой о помощи и когда между Францией и Австрией и Пруссией началась война ее обвинили в том что она передает врагам французские государственные секреты не напоминает ли это вам что и русскую ампериатрицу Александру Федоровну тоже обвинили в государственной измене она ведь была немкой и тоже якобы передавала немцам секреты хотя Александра Федоровна горячо любила Россию и порвала все отношения со всеми своими немецкими родственниками включая родного брата офицера который служил в германской армии но кого слушаешь немка значит предательница значит Астрийка значит предательница в начале всю королевскую семью содержали вместе но потом Мария Антонетту поместили в одиночную камеру обращались к ней крайне грубо издевались насмехались один раз за окном повесили отрубленную голову ее близкой подруги графини мадам Ланблел революционеры своей ненависти к ней пошли даже дальше и утверждали на суде что якобы она имела сексуальное отношение со своим десятилетним сыном это было уже слишком но для мерзавцев такое слово слишком очевидно не существует ведь когда значит стали ей предъявлять одно чудовищное преступление за другим тогда Мария Антонета сказала в ответ на эти обвинения обратившись ко всем матерям сидевшимся в зале скажите разве это возможно в зале послышались сочувственные голоса судьи почувств настроение отбросили это обвинение но народный суд как и все другие народные суды значит знал свое дело ее признали виновной в измене приговорили к смерти на гильотине казнь состоялась 16 декабря 1793 года но ее враги не успокоились и в этот день в Париже в продаже появилась очередной грязный пасквиль написанный якобы от имени королева прощальное обращение ко всем моим любовникам и любовницам вот так это так они отметили день ее казни ну я близко заканчивать передачу единственное что я хочу вам сказать два слова раз я уже сказал на гильотине я как-то вам говорил просто напоминаю доктор гильотин не изобрел гильотину гильотина существала задолго до этого доктора он был просто членом французского парламента и выступал каждый день в парламенте чтобы казнь преступника была какой-то ну гуманитарной чтобы он не чувствовал ни боли ни это что что-то надо придумать и на его взгляд вот гильотина это была самая такая инструмент казни который не вызывал никаких боли у преступников ну вот так как призволи этому инструменту его имя так он и вошел в историю мягкий добросердечный доктор оказался изобретателем самого страшного инструмента который во время французской революции отрубили более 20 тысяч голов значит вот это все что я вам хотел сказать сегодня значит есть вопросы с удовольствием отвечу время у нас не так много ну так как вопросов нет единственное что я могу сказать в отношении гильотины это ну может быть немножко просто как говорится смягчить ситуацию я честно не думаю что это самый больной инструмент потому что ну самый безболезненный я сказал доктор считал что это самый безболезненный да 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 так что раз и никакой проблемы с перхоти у человека нет поэтому все очень мгновенно и просто да одно мгновение ей голову показали толпе которая в то время развлечений было мало значит казнь публичная казнь существовала в те времена все время и поэтому толпа находила развлечения собираться присутствовать при казни да у каждого поколения свои развлечения спасибо огромное всего доброго спасибо будьте здоровы и до следующей недели всего хорошего мгновение 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 мгновение